Добрый день, дорогие друзья! Отвечаем на ваши вопросы, один из которых звучит следующим образом. Мы так долго ждем праздник Пасхи, но почему пасхальная радость так быстро уходит? Очень важный вопрос, дорогие друзья. И прежде чем постараться на него ответить, предлагаю вам, дорогие друзья, вместе со мной, мысленно перенестись в те далекие от нас по времени, но бесконечно близкие каждому верующему человеку мгновения. Вспомним, как святые жены-мироносицы шли ко гробу. Они встали рано, как пишет евангелист Марк, еще в бывшей тьме, то есть еще до восхода солнца. Жены-мироносицы пошли ко гробу Спасителя, чтобы отдать свой долг любви и благодарности своему Учителю. Они видели, как праведный Иосиф, Аримафейский и Никодим погребали тело возлюбленного Учителя. Как в гробнице, которая принадлежала Иосифу Аримафейскому, вся она была буквально услана благовониями. И Иосиф Аримафейский, будучи состоятельным человеком и членом Синедриона, который не участвовал в беззаконе и других членов Синедриона в их неправедном, тенденциозном, злобном суде против Спасителя, он дерзнул войти к Пилату и попросить тело Господа. И вот когда он с Никодимом погребали тело Господа в своей гробнице, жены-мироносицы видели это, но по иудейским законам участвовать в этом не могли. И вот в первый день после субботы, рано утром, они идут ко гробу. Все мои дорогие друзья, кто принадлежит христианской традиции, кто Священное Писание читал, изучал, помните, что ко гробу Спасителя был привален огромный камень, и он был запечатан печатью Синедриона. Злоба врагов Спасителя сделала максимально все, что только возможно, чтобы предотвратить его воскресение. И вот жены-мироносицы идут рано утром. Почему, дорогие друзья, отвечая на ваш вопрос, почему мы теряем пасхальную радость, хочется вот как раз на эти события обратить ваше внимание. Большому риску подвергали себя эти праведные женщины, встав рано утром и идя практически в неизвестность. Они идут и рассуждают между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. А он был вели зело, как мы читаем по-церковнославянски в Евангелии. И очень мудро святитель Игнатий Брянчанинов, один из великих отцов церкви 19-го столетия, обращает наше внимание на вот этот важный духовный момент. Я бы хотел предложить вам некоторые его размышления. Святые жены-мироносицы не уступают мужественности самому Иосифу. Присутствовав при погребении в пяток, они не сошли позволить им в субботу, в день покоя нарушить этот покой. И намерены были излить свое усердие ко Господу, излияние мира на его тело. И вот когда воссеяло солнце, благочестивые жены направились ко гробу. На пути они вспоминали, что ко гробу привален огромный камень. Это озаботило они их. И жены начали говорить между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. Камень же был вели зело. И когда они подходят ко гробу и увидят, что камень уже отвален, на нем сидит ангел, который и возвестил им эту радостную весть. И праведные женщины, первые из всех людей на земле, услышали эту жизнеутверждающую истину, что Христос воскрес, что его нет во гробе. Вот место, где он был положен, но его нет. Идите возвестите ученикам его и Петру. И вот все четыре евангелиста, которые описывают нам это событие, обращают внимание на то, что жены шли от гроба, исполненные ужаса и радости. Ужаса в каком смысле? Потому что невозможно с человеческим умом это понять, невозможно постигнуть. И радость. Радость и вот этот восторг, переполнявший человеческое сердце, и одновременно ужас. Ужас и восторг. Тяжело нам, дорогие друзья, в полной мере понять, что испытывали эти женщины. Но отчасти, хочется подчеркнуть, отчасти мы это понять можем. И почему хотелось, отвечая на этот вопрос, зачитать вам размышления святителя Игнатия Бринчанинова. Он, как раз обращая внимание на вот эти слова, кто отвалит нам камень от двери гроба. То есть, те мысли, которые беспокоили праведных жен, когда они шли туда. Они еще не знали, что их ожидает. Но их беспокоит только то, кто нам, нам немощным, отвалит этот огромный камень. И святитель Игнатий обращает внимание, что гроб – это наше человеческое сердце. Было сердце храмом, соделывалось оно гробом. То есть, у каждого из нас, дорогие друзья, наше человеческое сердце могло бы быть храмом Божиим, а оно стало гробом, где почивает Спаситель. В него, в наше сердце, входит Христос посредством таинства крещения, чтобы обитать в нас и действовать в нас. И тогда сердце освящается в храм Божий. Но мы, мы, своей жизнью, отнимаем у Христа возможность к действию, оживляя нашего ветхого человека. Действуя постоянно по влечению нашей падшей воли и нашего отравленного ложью разума. То есть, обратите внимание, дорогие друзья, внимательный человек к себе, он не может не согласиться с этими словами. В таинстве крещения и в таинстве миропомазания мы получаем залог благодати Духа Святого. В таинстве крещения человек становится, по словам святого апостола Павла, новой тварью во Христе, то есть новым творением. И человек мог бы жить так, что его тело было бы храмом Духа Святого. Но живя по греховной своей воле, мы как бы умерщвляем Христа. И Христос, вот как пишет святитель Игнатий, очень глубоко, так в таком вот аллегорическом духовном смысле, осмысляя евангельские события, говорит, что Христос как бы почивает в нашей душе подобно погребенному. И вот этот камень, камень, который привален к двери гроба нашего сердца, камень Вели-Зело, это и есть наша греховная воля. Враги Божии, пишет святитель Игнатий, представляют, как гробу стражу, скрепляют печатью отверстие, замкнутое камнем, припечатывая камень к скале. Враги Божии сами наблюдают за сохранением умерщвления. Что такое камень? И святитель Игнатий обращает внимание, что подразумевать под камнем? Камень – это недуг души, которым хранится в неприкосновенности все прочие недуги, и которые святые отцы называют нечувствием. Что это за грех? Возможно, многие и не слыхали, и скажут, что это за такой грех нечувствий. Мы даже не знаем, о чем идет речь. По определению святых отцов церкви, нечувствие – есть умерщвление духовных ощущений, невидимая смерть человеческого духа по отношению к духовным предметам, при полном развитии жизни по отношению к предметам вещественным. Вот, отвечая на вопрос, пришедший на библейский портал «Экзегет», и хочется обращать ваше внимание на это. Вот это духовное нечувствие. Вот как бы пасхальная радость, восторг, который испытывали жены мироносицы, а затем святые апостолы. И в течение всех веков все святые люди, которые старались очищать свое сердце от страстей, которые старались жить по заповедям, в их сердцах пребывала пасхальная радость. Почему преподобный Серафим всех, встречавшихся с ним, таким приветствием радовал? «Радость моя, Христос воскресе!» То есть, в его сердце постоянно была пасхальная радость. В течение всего года, видя светящийся лик преподобного Серафима, невольно люди даже аж застывали от изумления. И он всех встречал такими словами «Радость моя, Христос воскресе!» И вот далее святитель Игнатий говорит «Всякий, кто захочет беспристрастно и основательно исследовать состояние своей души, усмотрит в ней недуг нечувствия, усмотрит общность и значение этого недуга, усмотрит тяжесть и важность этого недуга своей души». То есть, долговременная нерадивая жизнь среди постоянного развлечения, среди постоянных произвольных, то есть сознательных, добровольных согрешений, при забвении о Боге, о вечности, при невнимании к голосу совести своей, при самом поверхностном отношении к заповедям, к учении Евангелия, отнимается у нашего духа сочувствие к предметам духовным, умершляется его к нам отношение. Это и есть вот этот камень, который привален к двери гроба нашей души. Вот почему духовная радость нас не трогает. А если она и касается нашего сердца, то касается как-то поверхностно. Вот почему, дорогие друзья, я думаю, среди всей нашей мудрой зрительской аудитории немало найдется людей, которые сталкивались, что вы хотите своей духовной какой-то радостью, восторгом, каким-то известным событием в вашей жизни поделиться, и среди самых близких, может быть, родных по плоти, вы не находите никакого сочувствия. Вы делитесь своей радостью. Человек на вас смотрит, но, может быть, как вежливый, так улыбнется, но вы чувствуете, что он вас не понял. Он вас услышал и в то же время не услышал. Он вашу радость понять не может. Радость о духовных предметах, допустим, прочитали вы что-то в Священном Писании и коснулось вашего сердца, и вы хотите поделиться. Вы вроде бы рассказываете, а ваши ближние вас не понимают. Вы говорите с ними на одном и том же языке, но вас не понимают. Съездили в паломничество, побывали в каком-то святом месте. Вообще любое событие духовное, радостное в жизни, и вот мы сейчас говорим о самом радостном событии в истории, о светлом Христовом Воскресении, делишься этой радостью, а окружающие не понимают. Как раз по вот этой причине. Долговременная нерадивая жизнь, жизнь по страстям, жизнь, когда забвение о Боге, о вечности, вот оно как раз и является вот этим камнем, приваленным к гробу нашего сердца, к гробу, в котором, как вот пишет святитель Игнатий, как бы почивает Господь умершленный, Господь умершленный нашим нерадением. «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» вопрошают святые жены-мироносицы. Ощущают эту заботливость, эту печаль, это недоумение только те души, которые направились ко Господу, оставив служение миру и греху. Они желают молиться с умилением, упражняются в чтении Слова Божия, хотят пребывать в созерцании свои греховности, постоянном болезновании, в покаянии, но встречают неожиданное, неизвестное мирским людям, сопротивление в самих себе, нечувствие сердца. «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» вновь и вновь попрошает святитель Игнатий Бринчанинов. По наставлению святых Отцов Церкви, для уничтожения нечувствия нужно со стороны самого человека постоянное, терпеливое, непрерывное действие против нечувствия. Нужна постоянная, благочестивая, внимательная жизнь. Вот ответ. Если кто, дорогие друзья, желает, кто задумается, поглубже над этим очень мудрым советом святителя Игнатия Бринчанинова. Вот мы ждем праздник Пасхи. Порой даже люди далекие от Церкви. Ждут праздник Пасхи как какое-то, ну, вроде как, важное, интересное событие, какое-то событие такое незаурядное, да, которое среди обычной суеты нашей жизни как бы немножечко выделяется. И вот наступает Пасха, а ту радость, которую испытывают подлинно верующие люди, неверующим непонятно. И даже вот как вот прозвучал вопрос, пришедший на библейский портал, даже у верующих людей пасхальная радость теряется. Почему? Потому что ее надо, для этой радости надо очистить свое сердце. Надо, как говорил преподобный Паисий Святогорец, место для благодати дать своей душе. Надо себя поднуждать. Вот как пишет святитель Игнатий, постоянным непрерывным действием против нечувствия. Надо терпеливая, постоянная, благочестивая, внимательная жизнь. И в заключение хотелось бы вам, дорогие друзья, вот эти огненные слова святителя Иоанна Златоуста процитировать. «Аще кто благочестив и боголюбив, да наследится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внедит, радуйся в радость Господа своего». Это известное, гласительное слово, великого учителя церкви, святителя Иоанна, которое всем нам хорошо известно, оно читается на пасхальный заутренний. И вот обратите внимание на вот эти важные слова. Святитель пишет, «Тем же оба внидите все в радость Господа своего, и первые, и вторые, мзду примите, богатые и убозие, друг с другом ликуйте, воздержницы и ленивые, день почтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь однись. Трапеза исполнена, насладитесь о вси, телец упитанный, никто же да изыдет алчей, все насладитесь о пира веры, все воспримите богатство благости». Здесь обратите внимание, святитель говорит, что постившиеся и не постившиеся возвеселитесь однись. Но на самом деле, дорогие друзья, может быть и горькая, может для кого-то неприятная правда, но на самом деле подлинная духовная радость будет все-таки у того, кто постился. Тот, кто действительно хотя бы старался, хотя бы прилагал усилия, по мере своих сил. Ясно, что можно услышать возражение, вот у меня там нет сил, поститься по-настоящему, нет здоровья и так далее. Но хотя бы ты прилагал усилия, ты хоть что-то, хоть какое-то дело, движение навстречу Господу, к очищению своей души. Вот настоящая духовная радость пребывает в сердце того, кто хотя бы прилагал усилия для того, чтобы сердце свое приготовить для этой радости. Кто вот этот камень от двери гроба своего сердца старался отодвинуть. И тогда благодать Божия, благодать Божия поможет. И вот как, еще раз возвращаю ваше внимание к словам святителя Игнатия Брянчанинова. Жены мироносицы увидели, что ангел, сошедший с неба, отводил камень от двери гроба. Благодать Божия отодвинет камень, нечувствие, греховной косности, лени, отодвинет от двери твоего сердца, и ты увидишь свет воскресения. Но для этого надо самому приложить хоть какие-то усилия для этого. Если более практическую сторону постараться осмыслить, да, вот наступает светлый праздник Пасхи. Есть хорошая традиция, и есть люди, которые желают, хочется обратить внимание, кто желает, он найдет возможность. Стараются на время светлой седмицы присутствовать на богослужении. Кто-то даже берет небольшой отпуск за свой счет, чтобы эти светлые дни провести в храме, чтобы присутствовать на божественной литургии, которая на светлой седмице она совершается с особой торжественностью, присутствовать во время крестного хода. Кто не имеет возможности пропустить работу, хотя бы вечером на вечернее богослужение приходить в ближайший храм, послушать вечернюю и пасханню утренню, послушать пасханные часы. Очень хорошая традиция в эти дни дома прочитывать, а точнее не прочитывать, а петь пасхальный канон творения преподобного Иоанна Дамаскина и пасхальные стихиры. Приходить в гости кому-нибудь с целью лучше всего прийти к тому, кто не сможет тебя ничем отблагодарить, прийти к тому, кто более нуждается, пропеть вместе с ним пасхальный час или стихиры Пасхи и что-нибудь пожертвовать, помочь тому, кто более нуждается. Вот кто так поступает, у того в душе всегда пасхальная радость, и она не оскудевает. Поэтому в заключении, что хочется сказать, дорогие друзья, чтобы пасхальная радость не умолялась, прилагайте со своей стороны усилия, чтобы, говоря словами святых отцов, отодвинуть камень от двери гроба своего сердца и дать возможность воссиять там свету воскресения Христова. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok